и так везде и всем привет сегодня значит решил снять видео с утром как видите немножко только что он проснулся и решил снять потому что дома никого нету никто не мешает вот видео я решил снять про вот эту штуку Powerful Gainer классная тема кстати я почему то раньше когда вахал что то видео не снимал без задних мыслей а тут вдруг вспомнил что это же классный Gainer надо про него снять ну в общем высказать свое мнение вот по этому поводу и Gainer мне этот нравится очень вкусный легко разводится в воде не оставляет комков и что здесь здесь очень хорошо здесь у нас 30 граммов белков на 100 грамм углеводов 67 ну тут есть еще такая короче тут написали амина плюс BCAA BCAA это не аминокислоты короче маркетинг тупой ну это не минус Gainer как бы дело особо в принципе не а то есть и главное что здесь вообще есть аминокислоты так как здесь есть белки это понятное дело и самое важное что здесь еще напихали кучу всего а есть здесь у нас и трибулус и креатин и аргинин фолиевая кислота глютамин корень женьшеня гуарана альфа липовая кислота таурин глицин и карнитин то есть ну понятное дело что здесь не так много как если бы мы там хавали допустим отдельно все да покупали но тем не менее все здесь в одной порции в шейкер закинул замешал выпил и пошел очень классная вещь когда нет времени готовить а есть время вот замешать вот эту хрень вот Gainer у нас понятное дело не панацея на наборе массы это у нас добавка пищевая то есть для чего она нужна для того чтобы повысить калорийность нашего рациона потому что обычной пищи очень трудно наесть даже допустим те пять тысяч калорий в сутки вот поэтому приходится прибегать вот к этому делу здесь у нас получается на 100 грамм 390 почти 400 калорий вот то есть три таких порции это уже у нас получается 1200 калорий плюсом то есть ты съел 5000 калорий с обычной едой плюсуешь 1200 6 200 калорий вот получается это очень хорошо то есть чем больше ты калорий сожрешь тем лучше вот я сама больше седала у меня выходило 8 там с копейками но это просто капец какой то был это рис макароны там то есть у меня и так большой живот а то прям так ну вообще и плюс еще там хочется ж гейнера закинуть и места для него уже нету несмотря на то что подъема там совсем немного получается этого гейнера это сама вот ну вот так вот и еще кстати есть один очень момент я за одно видео сниму здесь есть для тех у кого есть изжога к примеру вот проблемы с желудком таким людям очень тяжело набирать вес потому что они мало едят как раз из того что изжога очень сильная вот вот и я рекомендую что тут у нас ноль пазу очень классная тема кстати я на своем о примере я уже тоже сухая сейчас посмотрим сколько дней хаваю четыре дня уже и в первый же день приема у меня пропало изжога ее не стало и это реально круто не напрягает так как я жру потому что я ем просто постоянно я ем на ночь перед сном я ем всегда и из-за этого меня мучает изжога и больше из-за этого кстати из этой проблемы я есть не мог потому что очень неприятно ложишься спать а у тебя вот здесь вот прямо так пеком как будто блин там углей насыпали все горит вот и ноль паза как раз вот эта вот штука вас спасет и меня она спасла и вам я думаю поможет а если не поможет тогда вам надо что-то делать посерьезнее идти к врачу там что-то как-то лечиться ну ладно это уже отошло немножко в сторону мы тут про гейнер трещали вот гейнер где заказывал я показывать не буду там кого-то рекламировать еще что-то то есть ищите сами в общем такой классный гейнер у нас имеется и скажем ну по цене он не то что там дешевый я бы не сказал бы что он дешевый мне он получился там с доставкой сколько уже он там вышел короче 400 гривен он мне там вышел вот сколько это в баксах в баксах 400 гривен это 15 или или 18 долларов что такое короче надо калькулятор рассчитать в общем неважно он дороже чем там обычный допустим гейнер от ванцетона самый дешевый у них на помощь 130 гривен за кило ну там не гейнер там херня вот намешали тупо там мальтодрехстрина и прочей хреновина а тут у нас хотя сейчас посмотрим может и здесь мальтодрехстрина состав состав у нас а ну-ка белки и середины консультируют изолятор сывоточный белок у нас здесь изолятор гидролиза сывоточного протеина так мальтодрехстрина здесь тоже есть фруктоза о фруктоза кстати классная тема хорошо здесь сахара нет ли это уже плюс а фруктоза у нас получается на 30 процентов хуже усваивается чем сахар и это плюс нежели минус потому что сахар и сын как бы глюкоза она все усваивается на север идет а фруктоза нет так потом креатин у нас два с половиной грамма на сто грамм два с половиной грамма а порция у нас обычно креатина пять грамм в принципе нормально так экстракт трибусы 0,3 грамма на 100 грамм аргинин 0,25 лицетин 0,2 таурин 0,2 карнитин 0,2 экстракт гвардина 0,2 глютамин 0,1 глицин 0,0,5 кофеин даже есть корень женщины 0,3 а 0,3 так фолиевая кислота витамин а витаминный премикс есть витамин с так витамин 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 В5 В6 В6 есть у нас В1 это хорошо фолиевая кислота В9 �атин Б7 так B12 отлично ароматизатор идентичный фруктовый пиццу ложечки так это тут пиццу ложечки 954 это по моему сахарозаменитель если не ошибаюсь 954 и 952 арнитин селен есть цинк есть бароник штучный так ну это нам не интересно так может быть рекомендуется и чистить табаку как рациона расшивание в спортсмене рекомендации расшивания ну в принципе все все что хотел я сказал в общем всем пока